Я написал его на ту неделю, на стихи Анны Светловой. А начну я со своего романца. Я, наверное, у вас его как-то выступал или не выступал. Ты лучший зарубленный ангел мой. Не пел? Нет. И вообще, я романсы начал петь и писать, когда я пришел в Клуб. И меня спросили... Тут у каждой дамы по своему клубу. Вы поняли, да? У нас у всех дам свой клуб. И меня спросили, вы начинаете романсы? Я говорю, нет пока, но буду. Как сюда тоже приходил, мне сказали, вы прочителей что-нибудь написали? Я говорю, у меня пока нет, но будет. Так и здесь. На сегодняшний момент у меня 9 романсов, я на песни прочителей есть. Вы специально пишете под романсы, да? Я, когда начал романсы писать, мне это настолько понравилось, что я когда вижу хорошие стихи, у меня музыка сама появляется. Она появляется, сочиняется, да. И начну я сейчас с романса «Толчезарный ангел мой». Как он у меня появился? Интересно. А вот он у меня. Это твои стихи, да? Да. Это мои стихи, моя музыка. Я услышал романс на стихи Николая Второго. Знаете, у нас царь такой был, да? Он написал за свою жизнь. Да, мы слышали. Про император. Про император. Про император царь. Я в то время не жил. Могу ошибаться, да. Факт другой, что когда я услышал этот романс, меня настолько впечатлил, что мне захотелось тоже написать что-то подобное. И так появились сначала стихи, а потом я их положил на музыку. Называется «Толчезарный ангел мой». Музыка моя тоже. Музыка моя тоже. Музыка моя тоже. Твой нежный зов. О, Боже, правый. Что больше можно жизни позелать? Я заслужил его по праву, И не хочу, не хочу его терять, И чтобы мне не говорили, Останусь я самим собой. О, с тобою быть всегда хочу я, Ты лучезарный ангел мой. С тобою быть всегда хочу я, Ты лучезарный ангел мой. Тебя я встретил не случайно, На своем жизни на пути. И если я пойти в пол света, Тебя мне лучше больше не найти. Когда ты рядом, солнце светит, И воцаряется покой. Ты мне дороже всех людей на свете, Ты лучезарный ангел мой. Ты мне дороже всех на свете, Ты лучезарный ангел мой. Твоя краса меня тренила, Я старом ее вовек. И если бы я художник, То написал бы твой портрет. И в океан любви безбрежной, Готов я прыгнуть с головой. С тобою быть всегда хочу я, Ты лучезарный ангел мой. С тобою быть всегда хочу я, Ты лучезарный ангел мой. С тобою быть всегда хочу я, Ты лучезарный ангел мой. С тобою быть всегда хочу я, Ты лучезарный ангел мой. И в океану дыхание, которое жила в Париже, Она его отвергла. Она не приняла вот это вот искусство его революционное, Она была воспитана традиционной Россией, И уехали из России в свое время. Но Маяковский любил ее, И все свои деньги, которые он заработал в Париже, Он отдал в магазин цветочный, Что ей приносили каждый день цветы. И цветы ей приносили, когда Маяковский погиб. Цветы приносили, когда была война. Она эти цветы перепродавала и за счет этого жила. И когда деньги в магазине закончились, парижане узнали об этом. Они стали платить деньги в этот магазин, чтобы ей приносили каждый день цветы. Я узнал это из интервью нашей журналистки, которую я не брала, с ней разговаривала. И когда она пила с ней чай, в дверь постучали, зашел молодой симпатичный парень, протянул красилищие цветы и сказал, цветы от Маяковска. Так родилась одна легенда, еще одна от Парижа. Я написал романс «Ах, если мной вы заболели?» Я, конечно, написал на него уже аранжировку вместе с моим другом Игорем Корейским, но я боюсь, что я еще ни разу эту аранжировку не использовал. Я спою ее по гитару. Ах, если б мной вы заболели И вспоминали хоть немного иногда, Ах, если б грустные метели Ушли сердца радцы навсегда, Ах, если б знало сердце, что так обернется, Что этот день когда-нибудь придет, Когда любовь его коснется, Когда любовь в нем отзовется И за собою позовет. Я глаз поднять на вас не смею, И страсть бушует, и огонь, И с каждым днем он все сильнее, И с каждым днем он все сильнее, То жжет, то греет душу. Вы так близки и так далеки, Мне встречи наши не забыть, Как больно, трудно и жестоко, Как больно, трудно и жестоко На расстоянии Любить безумно, ждать ответа, Надежда жить день ото дня, С восходом солнечного света Вдруг позовете вы меня, Откроете при встрече двери, И я войду, чувств, не таят, Мне очень хочется так верить, Мне очень хочется так верить, Что тоже любите меня. Я глаз поднять на вас не смею, В них страсть бушует, и огонь, То скажи мне, он все сильнее, И с каждым днем он все сильнее, То жжет, то греет душу. Вы так близки и так далеки, Мне встречи наши не забыть, Как больно, трудно и жестоко, Как больно, трудно и жестоко На расстоянии Любить. На расстоянии Любить. И дай мне счастья последний глоток. Я свое творчество выставляю На различных сайтах. И точно так же мне пришло приглашение Сайта «Талантливые люди». Это Ставропольский сайт, Организатор сидит в Москве, А в Ставрополь мне помощник, Падень сидит. И я там начал публиковать Свои песни на стихи, Свои на стихи авторов Нашей республики Морел, Так в том числе и стихи авторов России. И увидел там такие стихи, До чего мне понравились. И, как говорится, Когда мне что-то нравится, Я в тот же день беру гитару И сразу появляется песня. Так появилась эта песня. Называется она Дай мне счастье последний глоток. Сейчас я найду аранжировку, Которую я сделал. Это фактически премьера этой песни. Дай мне счастье последний глоток, Я желаю тобою напиться, Словно нежный и красный цветок, Что от боли посмел склониться, От тепла заколышется чад, Зазвучат дивно песнею стороны, Кейерверка запрышет закат. Отражались на дне лагуны, Дай надежду на новую дрожь, Чтоб огнем стала капля света, Одиночество вновь потревожь, И пускай будет вечным то лето, Яркой краской рисуешь ты мир, Словно сам вдохновенье поток. Ах, и великая страсть моих лир, Дай мне счастье последний глоток, Дай мне счастье последний глоток, И я желаю тобою напиться, Словно нежный и красный цветок, Что от боли посмел склониться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова